ВОЛОДАРСКОГО 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 Якуничева призвали в армию за несколько месяцев до начала войны. По время блокады юноша в составе зенитного подразделения защищал знаменитую дорогу жизни на Ладожском озере, а затем участвовал в освобождении Ленинграда. Он очень не любил говорить о войне. Это страшно. Это очень страшно было. И нам детям он не рассказывал про блокадную Ленинград. Мы только знали, что когда мы уже стали здесь жить, он в Ленинград ездил каждый год в этот день. И он очень любил Ленинград. И сотрудники историко-культурного центра, и простые жители Ленинского района уверены, такие выставки просто необходимы подрастающему поколению. Очень полезно, потому что молодежь в настоящее время не совсем помнит то, что было. Поэтому познавательно. Нам очень нравится. Мы хотим, конечно, чтобы об этом знали школьники. Поэтому параллельно с этой выставкой мы создаем проект передвижной школьной выставки, который также будет называться, с этими же фотографиями, с коллажами, где дается интересная информация о наших жителях. И, кроме того, мы даем еще материалы воспоминания участников тех сражений и блокады. Я думаю, детям будет интересно. Сначала передвижная выставка появится в Видновской гимназии, а через 3-4 недели отправится по другим школам Ленинского района. С экспозиции «Сквере юность» можно ознакомиться до начала марта. Екатерина Борисова, Егор Хлябев, Сергей Ларин. Видное ТВ.